перетянули немного и сейчас нам надо свести и подбить именно конверты ну сложить их полностью тоже ее фиксируем в те же отверстия что и было то есть ставим его на свое место итак ребята снимаем замеры с бокового элемента нам тут давайте порисуем все мы будем смотреть сверху до трубы то у нас получается что нижний элемент примыкание к трубе вот труба рисуем до труба у нас есть нижний элемент со скосом фальца и верхний элемент с косом пальца раз и есть примыкание наверх трубы нам надо здесь снять ширину картины подъем потом вот этот градус и вот этот градус снять здесь внизу вот этот градус там вот этот градус и вот этот градус снять пойдемте замерять сначала давайте замерим ширину нашей картины 380 миллиметров 380 миллиметров далее подъем картины ставим линеечку поэтому также 17 с половиной сантиметра 175 миллиметров мы берем чистые размеры очень важно ребят если у вас будет сильный допустим 30 процентов 30 градусов уклона то если у вас вот так вот будете делать допустим 20 сантиметров у вас бы примыкание боковые то спереди у вас будет может быть 25 250 миллиметров то есть когда вы будете замерять смотря какой градус да то есть вы сначала провести линию здесь допустим 200 миллиметров и когда будете замерять переднюю часть элемента замерьте сколько у вас за это ли не она будет больше если у вас градус соответственно скота больше такой вот нюанс а то сделайте здесь впереди 20 а здесь у вас потом будет другую совсем размер а вот будет меньше так что так учтите и мы берем угломер наш электронный длину не замерили картины возле примыкания делаем чистый размер так и здесь 600 плюс 11 710 миллиметров 710 миллиметров теперь уже работаем с угломером выставили 0 берем вот этот градус 94 градуса 94 градуса записываем 94 теперь по нашему элементу также представляем смотрим 79 градусов теперь сами сюда смотрим поставили 83 и 5 градуса 83 и 5 теперь вот этот вот 124 градуса замерили надеюсь видно и вот этот вот смотрим смотрим все представили смотрим 95 и 5 градусов записали все я сейчас пойду замерят также с того бока по всем тем же размером запишу и идем изготовим изготовим детали и так ребята у нас есть записи вот и начинаем рисовать для вас я буду делать это опять же синим кардашом что было виднее начинаем с примыкание у нас 175 миллиметров плюс два с половиной от ворот будет 200 миллиметров 200 миллиметров рисуем линии есть у нас это ли не нарисуем до конца 91 пока так у нас мы знаем ширину нашей картины 380 миллиметров у меня как раз из 380 и еще четыре с половиной это как раз запасом под малый фальц далее задняя стенка примыкание которое у нас идет к заднему элементу тоже ставим меточку 200 миллиметров от этой метки по примыканию мы верили у нас получалось 710 миллиметров ставим здесь меточку есть теперь берем наш угломер выставляем 0 выставили и начинаем с задней стенки она у меня здесь который у нас идет угол на примыкание и показывает градус уклона скат относительно трубы у нас он 94 градуса выставляем 94 градуса ставим эту линию примыкающую ставим 94 градуса ставим 94 градуса выставили выставили и рисуем линию есть теперь нам надо этот угол разделить пополам то есть сделать бисектрису и нашим же способом ставим линеечку к этой линии рисуем и от угла с перекрестьем соединяем эту линию у нас получится бисектриса сделали далее мы чертим угол который у нас идет на искус заднего элемента он у нас равняется 79 градусов вставляем 79 градусов нашли ставим вот на эту линию вот она и где у нас приходит в угол ставим эту отметку 79 нашли рисуем продолжаем эту линию нарисовали теперь так как у нас здесь будет малый на этом элементе фальц а задняя задний элемент у нас с большим фальцем будет заворачивать сюда значит мы здесь также добавляем к этой линии 35 миллиметров будем делать также внутреннюю складку чтобы у нас на заднем элементе не было открытой складки где надо ослаблять здесь же нам ослаблять не придется ничего тридцать 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 пять рисуем линию от этого угла с этого перекрестия откладываем по шестьдесят миллиметров в эту сторону и в эту сторону и делаем радиус радиус все радиус сделал теперь к нижней части идем сначала нарисуем от основания трубы тоже к градусу относительно кровли трубы он у нас является 83 с половиной градуса выставляем выставили ставим где мы поставили метку на 710 миллиметров ставим эту линию и рисуем вот сюда нарисовали далее нам нужен вот этот угол скос сюда относительно переднего элемента скос у нас является 95 половиной градусов а нет 124 градуса 124 градусов поставили ставим вот эту линию и рисуем вот сюда продолжаем линию далее мы рисуем линию относительно от угла трубы к этой косой линии он у нас является 95 с половиной градусов выставляем 95 с половиной выставили и выставили представляем к этой линии здесь на точку пересечения линии 95 градусов с половиной выставили и рисуем линию и нарисовали теперь нам вот этот образовавшийся угол надо поделить пополам сделать бисектрису прикладываем к этой линии рисуем черточку и прикладываем к этой линии нарисовали и соответственно соединяем наш угол с перекрестием рисуем бисектрису далее так как у нас эта линия 20 200 миллиметров нам можно даже линии тоже найти 200 миллиметров вот она ставим рисуем соединяем точку где здесь вот она приходит с этой точкой нарисовали это у нас будет потом отрезаться далее так как у переднего элемента у нас 35 то есть там малый фальц значит здесь со стороны у нас будет большой фальц к нему прибавляем запасом 50 миллиметров по месту потом уже мы лишнее уберем нарисовали также здесь по этой линии 50 миллиметров 50 миллиметров нарисовали и также от получившиеся перекрестия откладываем 60 миллиметров и сюда 60 миллиметров и рисуем радиус здесь можно так вот тоже прочертить и мы вырезаем все лишнее то есть под тем кромкам которые получились внешне мы отрезаем с так отрезаем здесь здесь все у нас элемент готов осталось его загнуть весь чем сейчас и займемся также я возьму ролик и сначала предварительно немножко намечу все наши линии биссектриса биссектриса здесь и линия примыкания есть теперь мы надломим посильнее биссектрисы посильнее раупэк не достает он на 27 поэтому мы возьмем и вот этот угол немного срежем где-то чтобы но сантиметра на 5 уменьшить в этом нет ничего страшного надломая здесь сделаем тоже самое и нам надо вот эти линии в обратную сторону тоже подломать для этого мы сделаем метки этих линий с другой стороны перевернем нарисуем здесь от страны нарисовали это же конвертогибами можно надломаем и здесь тоже сделаем переворачиваем мы задали линии теперь потихонечку поднимаем наши фальцы также не спеша чтобы не было не появилось хлопунов подломали здесь сделаем то же самое все это делаем не спеша спокойненько с удовольствием подломали теперь нам надо это подломать линию делать мы это будем конечно же бендер оставляем на 20 сантиметров и тоже приподнимаем и и и и приподняли вытаскиваем бендер пока он вам еще пригодится догибать работаем дальше то есть напряжение сняли с этого узла подъем картины примыкания формируем дальше помогаем здесь конвертику да как чуть сложится чтобы не было напряжения и у вас должна от этой линии сойтись с этой линии если не сходится то надо поправить и делаем все страны также помогаем здесь конвертику свернуться убираем напряжение отсюда чуть больше завернем но еще не до конца теперь мы заднюю полку наворотим до 90 градусов вернее не заднюю полка боковую боковое примыкание когда поднимаем здесь конверт тоже чтобы напряжение снять сюда раз его подвернули здесь тоже самое раз подвернули стаскиваем бендер и уже смотрим линии наш немножечко немножечко где-то на 5 миллиметров не совпадают а должен совпадать если прислонить чуть-чуть ну даже не 5 может 3 это связано просто здесь что здесь конвертик немножко полукруглый мы его чуть-чуть буквально перетянем смотрим линию чтобы она подошла именно этому углу все относительно подошла это очень важно делать совмещать линии которые вы нарисовали что потом у вас элемент встал на место там возле трубы любое отклонение он даст о себе знать все у нас тут все идеально подошло с линии надеюсь видно и мы уже сжимаем конверт жале него сюда заворачивать не надо подписи от этого конверта здесь проделаем такую же процедуру смотрим линии надо эту полку выровнять смотрим тоже есть небольшое 3-4 миллиметра тоже чуть-чуть подтягиваем если надо туда сместить в ту сторону то конверт перетягиваем в ту сторону отсюда сюда перекручиваем если наоборот надо подтянуть его в эту сторону то перекручиваем в эту сторону нам надо его чуть сюда то есть я круглогубцами перекручиваем в эту сторону тяну металл сюда еще чуть-чуть все свели и зажимаем как я теперь нам его надо соответственно сюда за стенку загнуть берем наши клещи и заворачиваем за стенку когда подвернули теперь надо его нам немножко осадить мы возьмем клеточку элемент вот так вот от стучи левую руку неудобно его немножко простучим простучали видите он у нас хорошо приложился можно чуть без отбойником еще немножко подстучать в этом месте поставим клеточку для упора и угол тоже просто чем удобно на краю сделать все подровняем наш передний пальчик и вот собственно элемент готов к установке на место сейчас я тоже сделаю самое с другой половинкой вот и пойдем на место уже их примерять что у нас получилось как-то так давайте посмотрим вот так сразу сторон вот и я готовлю и идем наверх ну вот ребят элементы левый и правый готовы сейчас мы их будем устанавливать но сначала тех людей которые думают что вот это вот панели и относится к фальцевой кровли вот такой замок у них видите да есть гвоздевая полоса вот компания grand line в каждом ролике то буду говорить пока они не уберут этот вид кровли называемый защелкой с раздела фальцевой кровли на сайте grand line на сегодняшний момент на 3 мая до сих пор висит как фальцевая кровля хотя к фальцевой кровли отношения никакого не имеет это кровля защелка это имитация фальцевой кровли вот она здесь ничего не фальцуется она ногой вот так вот типа защелкивается прикручивается в эту гвоздевую полосу саморезы и так следующее ну сарае можно накрывать вот ну можно конечно там и дома накрывать если у вас односкатная кровля или двускатная кровля и нету не у мансардных окон не множество труп вот тогда в принципе пойдет эта кровля относится категории металлочерепицы или к профнастилу единственный ее плюс что нету как у металлочерепицы или профнастил сквозного крепления кроме тех же коньков тех же фронтонов вот где саморезы есть поэтому сквозные отверстия все равно есть вот но не надо путать этот вид кровли защелка или снэп лог вот с фальцевой кровлей никакого отношения к фальцу это кровли не имеет монтируется желательно от 25 градусов если уклон меньше значит вам надо на основании делать хорошие гидроизоляция типа ну какой-нибудь битумусодержащие да а это сверху ложить просто чтобы воду отводила но зимой если будет снег на крыше лежать весной как будто через все эти занки потекет но даже в дождь в принципе по капиллярному эффекту может течь поэтому хорошая гидроизоляция под этой кровлей я бы сказал обязательно поэтому не путайте пожалуйста этот продукт защелка с фальцевой кровли это имитация фальцевой кровли ну все выговорился давайте монтировать давайте сначала снимем задние элементы чтобы вам спокойно элементик не впихивать туда а спокойно поставить сейчас мы посмотрим правильно мы все замерили и согнули берем наш элемент как то тут и было возьмем кияночку чтобы подбить если нужно подвинем здесь немножко стучим к примыканию здесь хорошо здесь хорошо и возьмем шуруповерт и прихватим его как он стоял у нас на месте в краюшек самый краюшек все стоит идем ставить на ту сторону берем элемент и ставим сюда приготовим шуруповерт если что прикрутить где я его бросил там подстучим здесь есть и прихватим тоже саморезом самый краешек теперь ставим задние элементы обратно нам надо попасть те же отверстия что и были работает микрофон не работает должен работать нашли нашли наши отверстия поставили собственно и здесь то же самое если спросят вдруг а чё потом с этими дырками делать потом мы скотчем и заклеим и сделаем то же самое что что есть это Нашли. Поставили. Поставили. Ну и давайте с вами пройдемся и посмотрим, что у нас получилось. Ну и вот, ребята, давайте смотрим наши детали. Все отлично. Подошло. Даже править не пришлось. Смотрим здесь. Здесь, если так держать, то вообще будет отлично. Смотрим там. Там надо чуть прижать тоже. Здесь у нас фальц. Все. Стоит. Все на своем месте. Смотрим здесь. Все на своем месте. Потом в следующей части мы отрежем. Все. Сфальцуем. Подогнем как нужно. Здесь. Смотрим. Прижмем, как я и сказал. Все отлично. Зазорчик у нас есть. Это 5 миллиметров. Хорошо. Вот. Значит. Будем фальцевать и заканчивать полностью обрамление. Готовить к малой фальц. Продолжать. По этой линии нашей, которая у нас есть, там тоже самое. Линия у нас есть линия с тем пальцем. Надо захальцевать и поднять. Вот. И здесь приготовить на подводку. Ребят, не забывайте подписываться на наш YouTube канал. На нашу группу в Telegram. На нашу группу в ВКонтакте и в Instagram. Все ссылки будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok